Прямые выплаты тем, кто на передовой. Медики, работающие с заразившимися коронавирусом, пациентами до 15 мая в обязательном порядке получат апрельские надбавки. В долгий ящик решения этого вопроса откладывать нельзя. В Рио главы Чуваш Олег Николаев на республиканской планерке дал 4 дня и пообещал лично все проверить. Денежные средства, предусмотренные для выплаты врачам и иным работникам здравоохранения, которые положены соответствующие выплаты в связи с решением президента, имеются в наличии. Работа организована. Эту работу ускорить и в обозначенные сроки президентом, это до 15 мая, предоставить все необходимые доклады и отчеты. Первое. Впоследствии эту ситуацию держать под жестким и строгим контролем. Медработникам предусмотрено направить на апрельские выплаты более 36 миллионов рублей. Из этих средств производится дополнительное начисление для медицинских работников, занятых диагностикой и лечением больных коронавирусом. Всего доп. выплаты положены 3462 работникам. В их числе 1105 специалистов скорой медицинской помощи. Они ее уже получили. Это врачи 50 тысяч, 25 тысяч средний медперсонал, водители 25 тысяч и санитары 25 тысяч. Также они получили по 415 постановлению правительства Российской Федерации. Это врачи 20 тысяч, средний медперсонал 10 тысяч и 5000 это фельдшера по приему и передачам вызовов, которые передают нашим бригадам сведения, куда им ехать. В настоящий момент по 484 постановлению выплаты все полностью осуществлены 8 мая. В режиме видеоконференц-связи врачи скорой помощи со стажем рассказали о том, как кстати оказались для них эти деньги. Ну я работаю на скорую помощь с 80-х годов, уже 32 года, как говорится ветеран. Работа у нас тяжелая. Работаем мы в графике 8 дней на работе по 12 часов. Больнее тяжелая была, потому что сооруженные вирусные эффекты поражают легкие. И все время приходится следить. Оборудования хватает, обеспеченным полностью всем. Вот сейчас, как выплаты мы получили, это, конечно, для нас был шок. По инициативе в Рио главы республики Олега Николаева из бюджета Чувашии дополнительно выделено 28 миллионов рублей на стимулирующие выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом. Наталья Мальчикова, Рифат Фаткулин, Юрий Марков, Республика.